Жить Трех актеров Никулина, Витцина и Маргунова Вторая наша передача будет посвящена Замечательному, крупнейшему, гениальному актеру Георгию Михайловичу Витцину Этот человек, человек-праздник, человек-загадка, человек-мираж Еще до сих пор не изучен искусствоведами, критиками, журналистами Это необычный человек в том, что в его биографии вкрались множество ошибок Каких? Например, что Георгий Михайлович родился в 18-м году Гласят все справочники и кинословари Это не так Он родился в 1917 году в апреле месяце За несколько месяцев до Октябрьской революции Вторая ошибка вкралась в то, что везде в справочниках говорится о том Что он родился в Петрограде Это тоже неверно На самом деле Георгий Михайлович родился в местечке Терриокия Принадлежащем Финляндии И третья ошибка во всех справочниках и кинословарях написана Что первая его роль – роль опричника В фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» Это также неверно Настоящая его роль первая, как говорил Георгий Михайлович Мне лично Это роль железнодорожника в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва» Так что же привело нас к тому, что в его биографии путанной Порой неверной, порой загадочной и таинственной Вкрались эти ошибки Да потому что сам, сама жизнь этого актера была сплошной загадкой Загадкой для всех Он не допускал к себе журналистов Он не допускал к себе прессу Он не снялся ни в одном телевизионном фильме о себе самом Хотя снялся в более чем ста фильмов Сыграл сто спектаклей, концертов Озвучивал в фирме «Мелодия» множество пластинок А также немыслимые мультфильмы 50-60-х годов без его голоса Жизнь и биографии этого актера овеяны легендами О нем ходили анекдоты, о нем ходили байки, о нем ходили сказки Вот эти сказки мы сейчас и увидим, попав в музей трех актеров Надо жить, сеньор, как учат нас философы Ничему не удивляться Достойно пожилого человека Сеньор, чем вы заинтересовались? Достойно пожилого человека От всех случаев жизни сохранять Философское спокойствие Если выработаешь в себе Философское спокойствие То обретешь подлинную свободу Итак, Георгий Михайлович Витцин О нем можно говорить многое, но скажу одно Этот человек не от мира сего Он всю жизнь не пил, не курил Зачем пить, когда на следующий день хочется удавиться? Зачем в пятом классе под лестницей он пробовал закурить? Ему стало плохо Он понял, что эти вредные привычки не нужно вести через всю жизнь Он увлекался астрономией, гидрологией, аэронавтикой Он увлекался книгами, он был библиофил Он покупал древнеримских, древнегреческих философов Книжных, букинистических магазинов Авидия, Горация, Софокла, Еврипеда И не только читал их, но и пользовался руководством по жизни Что в трамвае написано? Не высовываться Вот так человек, который достиг огромнейшей славы, огромнейшей популярности Как будто мальчишка нашкодил, нахулиганил и спрятался в тень Все хотят знать о нем больше Все хотят его автограф, фотографию Хотят узнать много о личной жизни Но его личная жизнь была завеса за семью печатями Ни один журналист не был у него дома Ни одна телевизионная передача не была о его творчестве с его участием А зачем, говорил он? Ведь я в кино такой, какой я есть Зачем заглядывать в замочную скважину? Говорить о жене, дочке, о привязанности И все же мы узнали о том, что Георгий Михайлович великолепный рассказчик Когда особенно он один Представляете, в 70 лет он репетировал Хлестакова на аудиомагнитофоне Надеясь сыграть его В 48 лет он сыграл 27-летнего Мишу Бальзаминова В кинофильме Константина Воинова, его другу по студии В фильме Жени Бальзаминова Маменька, вот я, бедный молодой человек Решительно голь Ну, голь, как есть, по всей форме Хожу себе, гуляю где-нибудь В мечтах ты, Маменька, представляю себя Брюнетом и с усами Так вот гуляю Вдруг вижу в окне Даму или девицу И вот, Маменька, дом В котором я ее увидел-то Мой И сижу я поутру За чашкой кофе В розовом халате Лютики и цветочки В фильме Жени Бальзаминова Он играл главную роль В 48 лет, представляете Сыграть 27-летнего мальчишку Это непросто Сценарий пылился 10 лет И Константин Воинов, его друг, кинорежиссер Сказал, Гоша, давай попробуем Он посмотрел на себя в зеркало Сам, как художник, поправил грим Нарисовал лицо себе И в таком виде снимался Маменька, я теперь получаю 120 рублей в год Пожалуй, мы их и проживаем А как будет 300 тысяч Если так по тысяче в год Все-таки на 300 лет мне хватит Удивительный человек Он сыграл непревзойденного Мишу Бальзаминова В 48 лет И чем старше он становился Тем моложе людей он играл В юности он сыграл Пьянова Мирон и Патча В спектакле Невольницы Островского Когда ему было 17 лет Он играл глубокого старика Вообще он обманывал зрителей Очень часто Например, в спектакле Виктора Розова В Добрый час Он играл школьника 17-летнего школьника Будучи... А ему было 40 лет И не просто сыграл Он играл 20 спектаклей В месяц Это было непросто А мультфильмы 50-х, 60-х годов Немыслимы без голоса Георгия Михайловича Вот идет заморской гость Опирается на трость И проверив свой карман Говорит Шарман-шарман Потом заходит Вот в кабак И возвращается Вот так Сколько он сыграл Заек, заек, белочек Ежиков Различных дровосеков Различных мультперсонажей Это не перечислить Более 150 фильмов В 150 мультфильмах Звучит голос Георгия Михайловича А это ведь Небольшая психотерапия Человек, занимающийся йогой Обязательно должен был Чувствовать голос Того или иного животного И вообще по психотерапии Нужно каждому человеку Иногда преображаться в животного Что немножко отвлечься От мерзкой суеты Ты белка Ты заяц Ты грибок И вот эту психотерапию Витсон соблюдал очень На протяжении всей своей жизни Очень регулярно Можно сказать Так он лечился Лечение его было Не у врачей А за счет животных Он очень любил животных Подбирал бездомных собак Он подобрал одну собаку Привел домой Назвали его мальчик Пса Он бездомный пес И когда Георгия Михайловича Подзывали по телефону Жена говорила Он занят Почему? На нем собака спит Представляете Она не хотела И он боится ее спугнуть Почему так? Спрашивали у Георгия Михайловича А потому что Георгия Михайловича Она перетерпела столько Она же дворняга Столько в жизни натерпелась Что лишний раз ее тревожить Травмировать ее состояние Лучше не следует И вообще чем больше любишь Животных Тем Чем больше познаешь людей Тем больше любишь животных Вот такая Такой принцип жизненный Постулат был У Георгия Витцина Да-да Войдите Я вам не помешала Когда вы перестанете Заниматься вот этими самыми Начать вращаться в обществе Ухаживать за интересными женщинами По-моему это не обязательно Не скажите мне вдруг Уж верьте моему опыту Без женщин Жить нельзя на свете Нет Он подкармливал голубей Каждый день в 5 часов вечера Можно было на Арбате его видеть Подкармливающих голубей У него была лучшая голубятня В Москве На его балконе Представляете соседи Как реагировали На его Влечение голубями Миша Что вам от меня надо Пока гримировали Юрия Никулина На съемке фильма Пес Барбос и необычный кросс Снимали в снегирях Снимали 20 дней Фильм идет 9 с половиной минут И вот пока его гримировали Витцин уже загримированный Перед сценой взрыва дерева Финальная сцена была Как вы помните в этом фильме Весь в саже, в пыли Сидел на обочине дороги И пел свою любимую песню Плыви мой чел По воле волн По дороге проходили дровосеки Увидев его Спросили у Мургунова А кто это такой Что это такое вообще А это говорит Иван Семенович Козловский Вчера по пьяни Спалил дачу соседа Потом свою И теперь вот И Женя покрутил Указательным пальцем Возле виска Да, говорят А там действительно была Дача Козловского Они об этом знали Да, сказали дровосеки Переглянулись Вытащили четвертинку водки И вылили Все содержимое На землю Вот видишь, говорит К чему пьянство приводит Сказал один другому И оборачиваясь Пошли вдоль опушки По лесу Вот такой вот Был эпизод В этом фильме Вообще Фильм снимали Интересно В роли Барбоса Был злющий Пес по кличке Брех Вот Он все время убегал И мешал съемке Это были нелегкие съемки И действительно Мургунов Впереди Вицына и Никульна Все время бежал А Гайдай просил Евгений Александрович Пожалуйста Не бегайте вперед Вицына и Никульна А что я могу сделать Говорит Мургунов Меня живот вперед несет Вот такая вот история Потом фильм Самогонщики Операция И естественно Тайфун Кавказской племеницы Где тройка Снимал именно К тройку снимал именно Гайдай Без каких-нибудь Особенных затрат Создан этот Самогонный аппарат А приносит он Друзья Доход Между прочим Круглый год Между прочим Круглый год Я признаться Откровенно Я очень рад Лечь под этот Электронный агрегат Чтобы капался Могон мне в рот Днем и ночью Круглый год Днем и ночью Круглый год Но вот люди Между собой Говорят За такой вот Хитроумный аппарат Просидеть мы сможем Без забор За решеткой Круглый год За решеткой Круглый год Они снимались Еще в нескольких Фильмах Дайте жалобную книгу И семь стариков Одна девушка Но Снимать их мог Только Гайдай Когда Гайдай Закончил их снимать То К сожалению Тройка Исчезла с экранов Что же делать Пропало Понимаешь Что? Минутку Что? Что пил? Зубровку Правильно Но Была такая реклама Когда Сделали мультфильм Бременские музыканты С их изображением Затем Они появлялись В фитилях На огоньках На презентациях Балах Спичах Раутах Менчах То есть Тройка стала До пританности популярной Даже Николай Озеров В своем репортаже Упомянул их фамилии И действительно Это народные герои Тройка прорвалась Сквозь критиков И диалектиков Брюжателей И скептиков И вышла на широкий экран Страны И мира И конечно же Им нельзя было Пройти По улице Единственный Витцин не имел машину Николина и Моргунов Имели машину Они как-то Могли скрыться От толпы Но Витцин Был незаметен В толпе Он не любил Шумных компаний Не любил застолья Самое страшное Что придумало Человечество Говорил Витцин Это застолья И машина Машину Про машину Он сказал В 1948 году На заводе имени Сталина ЗИС За эти слова Он мог бы пострадать Но к счастью Все обошлось И его пронесло Как и многих других Вы знаете Самый культурный транспорт Говорил Витцин Это трамвай А автобус Машина Это все выхлопные газы Он никогда не имел машины Он никогда не имел дачи Хотя любил природу Любил живопись Скульптуру Часто ходил в лес Просто подышать свежим воздухом Послушать пение птиц И посидеть с мольбертом Свою любовь к живописи Он передал единственной своей дочери Наталье Которая закончила Суриковский институт И была склонна к графике Но рисовала и портрет Пейзаж Даже рисовала плакаты К популярным кинофильмам На совет экспортфильм Наташа художник И живет сейчас В центре Москвы Затем его жена Тамара Федоровна Была бутафором Гримером Костюмером Во многих театрах И вот Пришла Придя работать в театр Ермоловой Она увидела Фотографию Витцина Тогда еще малоизвестного Кому И увидела длинный худой нос Какое-то длинное Непонятное лицо Как у лошади А у нее интуиция козы Была А коза Самое интуитивное Животное Что-то в ней промелькнуло И вот Однажды Зайдя в гримерную В костюмерную К Тамаре Федоровне На Пасху Витцин Троекратно облапзал ее И подарил яичко На Пасху Похристосоваться Сказал он С Георгием Михайловичем Витцином Мы созванивались Намного реже И в основном Беседы происходили При непременном Участии Его жены Тамары Федоровны Мы с ней часами Беседовали О житии Бытия И иногда Она давала Возможность Поговорить Лично С хозяином Квартиры Да-да Алло А-а-а Тамара Федоровна Здравствуйте Очень рад вас слышать Георгий Михайлович Хочет поговорить С удовольствием Пожалуйста Георгий Михайлович Я вас приветствую С праздником вас Я желаю вам здоровья И сна вам наступающим Выступающим И Тамара Вас приветствует И праздновляет Все вас Вам так же всех благ Ну тем же Ага Георгий Михайлович Вместе с замечательной Блистательной Плеядой актеров Таких как Бруно Фрейндлих Михаил Яншин Василий Васильевич Меркурьев Клара Лучко И так далее А Сэр Тоби Сэр Тоби Мне иногда кажется Что у меня ума Не больше чем У любого Обыкновенного Человека Я знаю Что вредит Моему уму Я слишком Много Ем говядины Это Несомненно Сэр Тоби Я завтра еду домой Почему? Почему мой дорогой Рычки Племянницу вашу Видеть нельзя А если и можно было бы То четыре против одного Что я ей не понравлюсь Сам герцог Сватывается к ней Она видеть не может Герцог Она не возьмет В мужья человека Который превосходил бы Ее знатность Богатством Литами Умом Главное Умом Да Так что еще Не все потеряно Мой дорогой Он сыграл удивительную роль Удивительно потому что Что в французской прессе В английской Простите Прессе Написали Что это лучшее исполнение Витцином Этой роли И почему-то написали В прессе Не Витцин А Выпин Наверное Его кино Нормально Ты уверен Абсолютно Вот как раз Таких-то хулиганов И обожают родителей Ну Иди займись Бождем краснокожих Готовьте завтрак Отдыхайте А я пойду На разведку О, я пошел Сэм Может быть я пойду На разведку Не-не-не-не-не-не Я пойду на разведку Ты за меня Не беспокойся Ну хорошо Отдыхайте Я пошел Фильм прозвучал Его начали узнавать Его начали приглашать На различные комедийные роли И вот удивительно Что Григорий Козинцев Который Снимал его В фильме Белинский Композитор Глинка Это Александрова фильм Белинский Гоголя Ведь он играл Серьезную роль Гоголя Он сыграл Репина В фильме Василий Суриков Мы не говорили О его серьезных ролях Вот Увидев Труса его Просто пришел В обморочное состояние Он пророчил ему Большие Серьезные роли А как говорится Сбился с пути И угодил в комедию Я думаю Что Георгий Витцин Сделал правильный выбор То что снимал Все именно Больше в комедии Хотя Его натура была Чисто трагикомичная Трагедийные его роли Были И в театре Ермоловой Который он проработал 35 лет В театре студии Под руководством Николая Павловича Хмелева Начинал он Из которого вырос Театр имени Ермоловой И там играл Очень много Серьезных ролей Например таких как Цюй Юань Ночного сторожа В спектакле Затем Лес Аркадий Счастливцев Островского Бек Артур Артурович Таракани Царь Затем Назыма Хикмета Чудак Роль Абдурахмана Гость из ночи Английского писателя И многих Многих Других Витцин Также работал В концертной деятельности Очень много По городам Ивесен Ездил с концертами Читая Шолохова С эстрады Читая Зощенко Как он читал Зощенко Наверное Никто Из даже Знаменитых Актеров Таких как Яхонтов Журавлев Не читали Потому что Сам Зощенко Был К сожалению Очень хороший писатель Но плохой Чтец И когда Витцин Смотрел на Зощенко Он думал Что сейчас Я буду Покатываться Сосмеху Но К сожалению Зощенко Когда начал Читать свои Произведения Он ушел Под шорох Собственных ног А Витцин Блистать не исполнял Например Такие фразы Как Скажем Король Литтер Шекспирт Король Литтер Вот такие фразы Он произносил То есть Перефразировая Зощенко И так далее Витцин Был Удивительный человек Мягкий Добрый Эгоистичная Натура Непростая Не каждый Мог с ним Как говорится Войти в его В контакт С ним Он был Как бы Вещь в себе Он часто Уединялся И На съемках Он Вставал в позу Лотоса И съемочная группа Останавливалась Камера останавливалась И он стоял На голове Или на одной ноге Потом на другой И все знали Что у него время Пришло заниматься Йогой И никто его не трогал Потом он с утра Промывал ноздри Пипеткой Он пил Кипяченую воду И Так сказать Делал йоговские Упражнения Необходимые Для его работы Потому что Иначе бы он Не смог Так В такой форме Оставаться До преклонных Своих лет Вообще Он не делал Ничего с нахрапом Нахрапу Можно до 30 А потом Уже Человек Начинает Мудрствовать Начинает Анализировать Все свои поступки Все свои действия И то что он Делал в 30 Никогда бы Не сделал в 60 Вот так Ну Конечно же Каждому приятно Войти В свой музей При жизни Но другое дело Отношение Человека К этому Никулин Помогал Музей Трех актеров Экспонатами Мургунов Тоже А Витсон Так сказать Вот говорит Если найду Старые трусы То Обязательно Отдам в музей Они мне уже Не лезут А в основном Его жена Тамара Федоровна Передала в музей Очень много Интересных Экспонатов Например Вымпел Образцового Яна морского флота С подписью Витсена Вымпел Рюмку Вымпел Две Георгий Витсон Или скажем Клюшку С подписью Сборной команды СССР По хоккею Георгий Витсен На память О нашей встрече Затем Мяч Из фильма Запасной игрок С подписью Витсена Запасной игрок И с подписью Сборной команды СССР По футболу Удивительно То что Идеология тех лет Гласила о том Что все фильмы Многие фильмы Комедийного плана Они все Связаны С антисоветской пропагандой Если в кадре Звучала Выпивка Или Курева Значит Это уже было Против Советского Союза Настроенное Против идеологии И вот Землю Санникова Любимейший народным фильм Где звучат Замечательные песни И сняты Отличные актеры Дворжецкий Дали Витсен И Назаров Раздолбали в пух и прах Раздолбала критика Сказали что это ужасный фильм Самый худший фильм Года Оказался Джентльмены удачи Руганный В правде Сергеем Михалковым Шах Ходи лошадью Лошадью ходи дурак Отстань Вот Извините Благодарю за внимание Все Нет не все А мы вот так А вот так Лошадью ходи Отвались Лошадью ходи Век воли не видать А мы вот так Пошел Ну пошел Пошел Мат Ты что делаешь Ты кого бьешь Ухи 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 Товарищ Товарищ Вы что с ума сошли Отставить Сейчас же раздеться И вернуть вещи А это видал И бриллиантовую руку Тоже постепенно Начали долбать И говорить Что эта песня А нам все равно Годна только для ресторанов Для подворотни Но не для Серьезного фильма Комедийного Серьезного комедийного фильма А фильм этот По праву Считается лучшей комедией 20 века То есть идеология была Вот такая Вот со стороны Официальной цензуры И к сожалению Вот все эти Пьяные роли Витцина Они все Были обруганы Критикой Во многом В официальных Журналах Официальной критикой Но самое главное Что этих актеров И эти фильмы Любил народ Грубый век Грубые нравы Романтизму нету Не дают человеку Спокойно Жить А народ Не обманешь Потому что Народ Это звучит Гордо Если народ Воспринимает Того или иного Актера Персонажа Значит он близок Им Значит он соответствует Их мышлению Значит народ Принял Этого актера За своего Понимаете Раньше я не думал Что эти актеры Настоящие Живые Как мы в детстве Бредим Чиполино Буратино Это сказочные Рисованные персонажи И вдруг Эти актеры Которые играли В этих Уникальных Сказочных фильмах Выходят Из Экрана Жмут тебе руку И не выпускают Ее на протяжении Многих лет Это всегда приятно Это встреча Со сказкой Это встреча С детством Это встреча С нашими Мечтаниями И грезами Реальная встреча Раньше я не думал Что они На самом деле Я думал Что это персонажи Вымышленные И когда я познакомился С Георгием Витцином Я понял Что это Меланхолический Мудрец Добрый волшебник Из сказки Который Голос его В жизни звучал Не так громко Как в фильмах А когда он Начинал что-то Изображать Я слышал Неповторимый Витцинский голос Неповторимые Его интонации И радовался Вместе Со всем народом Что это Есть Это сказка Которая никогда Не закончится Витцин Правильно делал Что не пускал К себе Журналистов Писателей Критиков Корреспондентов Потому что Наверное Он хотел Быть Тем человеком Тайны Которую он Унес с собой Навсегда К сожалению Его Нет в живых Но память о нем Жила до сих пор И тайна Его актерского Перевоплощения Мастерства Его Серьезности Его игры Виртуозные игры Его гениальности Она ушла Вместе с ним И никто Никогда ее Не разгадает И когда я беседовал С Моргуновым Он сказал Ни я Ни Никулин Ногти Витцина Не стоим по таланту Это дьявольски Талантливый человек Я могу с этим согласиться А Моргунов Был не лишенный Амбиций Человек Как в жизни Так и на сцене На этом мы заканчиваем Передачу о творчестве Замечательного актера Георгия Михайловича Витцина И в следующей нашей передаче Будет вестись речь О всеобщем любимце Юрия Владимировича Никулина Которому 18 декабря 2006 года Исполнилось бы 85 лет Приходите в музей Трех актеров Мы непременно ждем вас Лучше один раз Увидеть Чем тысячу раз Услышать Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!